Заглянуть на почту вынудила необходимость. Не было в данном заведении, наверное, лет десять, пять точно. В моем представлении мобильная связь, интернет, канувшая в небытие подписка на газеты, журналы, должны были резко снизить посещаемость народом сего учреждения. Обнаруженная в нем очередь очень удивила. В разгаре полдень июльского дня людям, разомлевшим от жары, даже ворчать лениво на медлительность сотрудницы. Кратая время изучала окружающих. Передо мной стоял худенький, наголо остриженный паренек. Отсутствие волос на голове слегкой компенсировал металл в ушах и на руках. Впечатляло количество сережек, по восьми в каждом ухе. Разные формы, с камнями и без, они висели как внутри уха, так и вдоль внешнего края. Еще по одной, мастерски прикрепленной к козелку. Браслеты, вырезанные из тонкого металла, предположительно банки из-под консервов, спиралью обвивали руку и звенели висевшими на них губенчиками. При изучении украшений походу отметила, что сутулость при небольшом росте делает парнишку еще ниже. Будто услышав мои мысли, юноша выпрямил спину и слегка развернулся в мою сторону. В тот момент заметила под экзотически расписанный футболкой симпатичную округлость девичьей груди. Вот тебе и паренек. Впереди него, вернее нее, стояла женщина, чьи внушительные габариты свидетельствовали об отменном аппетите, а плотно сидевшие топик и мини-юбка – об отсутствии комплексов в отношении своей фигуры. При ней был мальчуган, в отличие от мамы худенький, маленький и юркий. Он все время пытался убежать, но тут же мамашей возвращался на место. При этом женщина сохраняла полную невозмутимость. Видимо, следовало принципу – если нельзя изменить ситуацию, к ней нужно приспособиться. Этот вождь краснокожих и был именно такой ситуацией. Мои размышления прервал жуткий вопль кота, пойманного за хвост милым ребенком, совершавшим свой очередной побег. Получив от матери легкий подзатыльник, дитятка, вопящее животное, отпустила. Очумелый кот бросился к дверям и налетел на входящего с бутылкой пива мужчину. От неожиданности рука у него разжалась, и грохот разбиваемого стекла привлек внимание всех присутствующих. Воспользовавшись этим, мальчуган вскарабкался на стол для нужд посетителей почты и принялся на нем лихо отплясывать, при этом напевая. Вот такой я уродился маме с папой на беду, зато петь и веселиться я всегда везде могу. При попытке спрыгнуть со стола был пойман мужчиной, лишившимся пива, и передан в руки матери. Молчавшую очередь случившееся оживило. На повестку встала вечная и всегда актуальная тема проблема отцов и детей сразу сформировалось два лагеря. Первый категорически осуждал современное воспитание и обучение детей, заодно и всю молодежь, предрекая человечеству катастрофическое будущее. Второй лагерь, отметив сверхподвижность мальчугана, ничего страшного в этом не видел. Кто же в детстве не шалил? Подрастет, все будет нормально. Пикирование аргументами наращивало обороты, грозя лишить перепалку статуса невинной. Особо усердствовал пострадавший мужчина. Я вчера наконец-то жену в отпуск спровадил. И имел полное право весь вечер с захватом ночи отмечать данное событие, «А сегодня из-за таких вот мамаш...» Далее следовали сочные эпитеты в отношении внешних данных и умственных способностей мамы мальчугана. «Лешился возможности нормально поправить ослабленное здоровье!» Услышав свой адрес тираду, женщина тут же ринулась в бой. «А вот такие...» Далее шло указание на рогатое животное мужского пола. «Являются наглядными представителями спивающейся страны, из-за которых она, страна, летит в пропасть. Очень удивлена наличием у таких жен. Кто ж на такое способен позариться? Пора поднять вопрос о стерилизации указанных типов, дабы не плодили себе подобных». Буря нарастала на глазах. Ещё недавно мирная очередь превратилась в толпу озлобленных индивидуумов. Споры по глобальным вопросам воспитания детей, взаимоотношения полов будущего планеты порождали мелкие, но не менее взрывоопасные разборки. «Позвольте, а чего это вы влезли впереди меня, и я перед вами стою?» Эпитеты, сравнение с вкраплением непереводимых слов местного диалекта сопровождали всё происходящее. Градус страстей достиг апогея. «Непонятно, чем бы всё закончилось, не раздайся из-за окошка громко и внушительное. Граждане, а ну тихо! В таком шуме работать отказываюсь!» Угроза подействовала, очередь попыхтела и затихла. Стал отчётливо слышен диалог. «Доченька, вот я и говорю, мне бы опять открыточку, такую же, как в прошлом году у вас покупала, очень красивая, и надпись на ней «Любимой подруги в день рождения». «Бабуль, ну на витрине посмотри, там все открытки выставлены». «Так я смотрела же, нет такой». «Есть другие, не хуже, с надписью «С днём рождения». «Так нужно же мне, чтобы было написано «Любимой подруги в день рождения».» Из очереди раздался голос с проскальзывающим нетерпением. «Ну сюда посмотрите, вон нормальные открытки с надписью «Любимой подруги».» Старушка взглянула в сторону говорившего. «Мне нужно не просто «Любимой подруги», а «Любимой подруги в день рождения». И опять в окошко. «Доченька, голубушка, ну поищи! Уж очень красивая открытка была в прошлом году!» Чопорная дама с брезгливо поджатыми губами изрекла наставительным тоном. «Мамаша, время дефицита давно миновало. Под прилавком никто ничего не держит. Вам сказано «нет», значит «нет». Не задерживайте очередь!» Старушка на сказанное не отреагировала и продолжала упрашивать сотрудницу продолжить поиск. Та, поддавшись на уговоры, обратилась к сидящим в соседней комнате. «Девчонки, случайно нет у вас открытки с надписью «Любимой подруги в день рождения?» И вскоре в дверях появилась женщина. «Нашла одну! Затерялась среди поздравительных с юбилеем. Кому понадобилось?» «Мне!» Обрадовалась старушка, торжествующе взглянув на даму, сделавшую ей замечание. Она начала рассматривать открытку. «Ну что, бабуль, берешь? С надписью, какой хотела. Смотри, еще стих, посвященный дружбе, внутри напечатан. Правда, цена в два раза выше других. Зато хороша открытка». Старушка уже было достала кошелек, но слова о стоимости ее смутили. Она замолчала, продолжая изучать открытку. Очереди надоело уважать старость, и народ зароптал. «Ну все, бери или не бери, решайся, всем некогда, все спешат!» Не выдержал парень, не участвующий в словесных баталиях, предпочтя им жевание жвачки. Старушка обратилась ко всем. «Пожалуйста, не сердитесь на меня. Понимаете, подруга у меня особенная. Она такая...» Голос у нее дрогнул. «Танечка, она святая. В своей жизни всем ей обязана. Она мне мужа уступила. Да, правду говорю. Она меня на свадьбу пригласила. Я тогда в другом городе жила. Приехала. Только мы с Иваном взглянули друг на друга и будто громом поразила. Но ничего между нами не было, ни-ни. Даже словом не перемолвились. А Танечка, она сердцем сразу почувствовала. Другая бы мне волосы повыдирала, горло перегрызла, а она... В общем, накануне свадьбы никому ничего не сказав уехала. Лишь записку Ивану оставила. Мол, извини, поняла, что разлюбила. Сказать в глаза не смогла, поэтому пишу всего тебе хорошего. Прошло время. Мы с Иваном поженились. И лишь спустя три года после своего внезапного отъезда Татьяна объявилась. Письмо написала. И с того времени наша дружба не прерывается. Танечка. Танечка, мой незаменимый, постоянный ангел-хранитель. После непростых родов я долго выкарабкивалась. А Иван, он же постоянно в командировках. Работа такая у него была. Ой, не знаю, что бы без Танечки я делала. Ведь она приехала и взвалила все заботы на себя. С Ванечкой прожили трудных, но счастливых тридцать девять лет. Последний год был очень тяжелым. Ваня заболел. Был прикован к постели и вновь Танечка рядом. Вот. А говорят, женской дружбы нет. Есть. Еще как есть. Голос вновь подвел старушку. Дрогнул. Бесхитростный рассказ проник в каждого. Еще недавно лениво скучающая, потом грозно-бушующая очередь, вновь начала преображаться. Повеяло теплом и дружелюбием. Даже звучавшие обалдеть, офонареть, умереть и не встать, не портило положительного настроя. Мне захотелось этой милой старушке и ее подруге сделать что-то приятное. Но меня опередили. — Простите, если обидела, — отозвалась чопорная дама. — Мне показалось, вас смутила стоимость открытки. Позвольте приобрести ее для вас. Мне будет очень приятно. «А почему только открытку?» возразил мужчина, не успевший поправить здоровье. «Мамаш, давай я подарок куплю твоей замечательной подруге». «Ишь, думает, только он такой умник нашелся!» вмешалась партнерша их недавней словесной баталии, она же мать мальчугана. «Я тоже хочу сделать приятное этой удивительной Татьяне!» Активизировалась девушка в сережках и браслетах. «А может, давайте сделаем совместно подарок этим потрясающим старушкам?» Предложение понравилось. Старушкина робкая «Что вы, зачем, неудобно!» никто не слушал и обсуждали, что купить. «Пожилые, как и дети, любят сладкое!» авторитетно заявил мальчуган Ягаза. С ним все дружно согласились. Остановились на большой коробке конфет, торте и шампанском. Однако последняя забраковала чопорная женщина. Резонно заметила, что старушки всю бутылку не выпьют, закрыть пробкой не хватит сил и шампанское выдохнется. Считай, уже не напиток. Да и голова от него частенько побаливает. А вот когор то, что надо. Сладкий, бутылка легко закрывается, можно растягивать удовольствие на несколько раз. И еще вино считается церковным в самый раз для ангела-хранителя. Быстро собрали деньги, прилично продуктовый магазин оказался рядом, и вскоре перед нами стояла абсолютно ошарашенная старушка с пакетом и открыткой в руках. Она пыталась благодарить, но от волнения не находила слова. А что говорить? гоготнул парень, покупавший подарок. По полной оторвитесь и все дела. Но было заметно, как за внешней грубоватостью он пытается скрыть растерянность от открытия простой истины. Делать людей счастливыми совсем не сложно и удивительно приятно. Покидая почту, мы прощались друг с другом с улыбкой и пожеланиями всего хорошего, как добрые друзья. Редактор субтитров